Посольство США в России пока никак не комментирует ограничение доступа дипломатов в посольскую резиденцию в Серебряном Бару. Туда направилась наш корреспондент Екатерина Миронова. Она сейчас на прямой связи со студией. Кать, приветствую. Что сейчас происходит у резиденции и удалось ли с кем-то пообщаться, получить какие-то комментарии? Здравствуйте, Ольга. Нам удалось все-таки найти дом отдыха американского посольства. Сделать это было непросто, поскольку находится он на достаточном отдалении от основных магистралей и на входе нет никакой таблички. Три полицейских автомобиля, которые дежурят непосредственно около этого объекта, подсказали нам, что эта территория с особым статусом. Но завсегдаты этих мест Серебряного Бора нам подтвердили, что действительно за забором располагается резиденция посольства Соединенных Штатов Америки. Вы можете видеть, что этот объект по периметру огражден деревянным, достаточно невысоким и скромным забором. А если заглянуть за него, то можно видеть несколько деревянных и каменных строений. Мы здесь находимся примерно около часа, но за это время мы не видели, чтобы кто-то выезжал или наоборот въезжал на территорию этого дома отдыха. Отсюда можно сделать вывод, что сейчас там никого нет и там не проводится никаких предновогодних мероприятий. Вообще же в Серебряном Бору очень много различных посольских резиденций и Японии, и Аргентины, и Великобритании. Здесь же находятся и дачи известных людей, в частности артистов, политиков. Но американское посольство получило в свое распоряжение эту территорию сразу после того, как между двумя странами Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом завязались, установились прочные дипломатические связи. Сюда даже приезжал 38-й президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон, который посещал Советский Союз со своим визитом. И он даже предложил устроить, сделать из Серебряного Бора такой Russian Coney Island. И напомню, что это остров на территории Нью-Йорка, а именно в районе Бруклин. Достаточно активно эта дача используется представителями посольства Соединенных Штатов Америки. Здесь проводят различные мероприятия и зимой, и летом. Ну, например, часто в теплое время года здесь посол Соединенных Штатов Америки созывает всех на барбекю. Кроме того, часто здесь проводят различные пикники. Ольга, вот такие новости к этой минуте. Спасибо. На прямой связи от посольской резиденции США в Серебряном Бору была наш корреспондент Екатерина Миронова.